Я не понял, академик шайтан или нет? Да, конечно, шайтан. Он-то шайтан. Но просто говорить об этом должны те, кто потом не будет за это извиняться. Все тираны, преступники, все-все-все всегда говорят о том, что только они соответствуют истинному пути Корана и Сунной Галушки. Смотрел ли ты лекции Закир Найка и считаешь ли ты его одним из лучших современных ученых? Так, начнем с конца, наверное. Одним из лучших современных ученых я его считать в принципе не могу. Горите за свободу от своего же падишаха, Аллаху Акбар. Не от своего, это ваш падишах, это российский чиновник, не наш. Нет, Тумсо, у нас все отлично. Вот видишь, в Дагестане выпускников мальчиков переодели в баб и научили лебединое озеро танцевать. Это великое достижение. Кстати, я сегодня видел этот ролик и я не знаю вообще, как на это реагировать. У меня нет слов. Что это вообще было? Зачем? А главное, почему? Нет, а главное, зачем? Вот так вот я задавал себе вопросы. Ну что это такое? Зачем это делалось? Для чего? Почему? Для кого? Кто инициатор? Кто эти люди? Короче, вопросов очень много, ответов на них нет. Я надеюсь, кто-нибудь прояснит эту ситуацию. Потому что здесь я нуждаюсь в том, чтобы мне это прояснили, чтобы мне объяснили. Да что это и для чего это делалось? Я надеюсь, что из Дагестана кто-нибудь осветит эту тему. Покажите нам тоже это видео. Да нет, я не хочу, честно говоря, его даже показывать. Не понимая, что это, даже не захотел я это как-то здесь показывать. Давайте подождем каких-то объяснений. Танец лебедей в исполнении мальчиков. Это готовый репертуар, скорее сценарий готовый ютуба. Нет фантазии у преподавателей, вот и крадут чужие сценарии. Прокомментирую слова Муфтия Чечни, что основа Ахмад Хаджи это основа Сунны и Корана. В этих словах нет ничего нового. Все заблудшие течения религиозные, все тираны, преступники, все-все-все всегда говорят о том, что только они соответствуют истинному пути Корана и Сунны, при этом прекрасно понимая, что они ему не соответствуют. Поэтому ничего нового в этих словах Муфтия я не вижу. Я не понял, академик Шайтан или нет? Да конечно Шайтан. Он-то Шайтан. Но просто говорить об этом должны те, кто потом не будет за это извиняться. Так вот, по поводу того, что Кадыров Шайтан. Тут на днях какой-то подросток из Израиля записал обращение в поддержку того дагестанского парня, назвавшего Кадырова Шайтаном. Давайте его посмотрим. Всем шалом, товарищи. Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова Шайтаном. Кем Кадыров и является, кстати, в инстаграме, и потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно. И то, что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики из-за вот такое вот поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров Шайтан. Откуда мы вообще узнали, что он из Израиля? Потому что он записал еще одно обращение. Здесь, правда, присутствует немного мат, но я думаю, его не так много. Давайте его тоже, наверное, посмотрим. Всем шалом, товарищи. Я бы хотел извиниться перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за мое прошлое видео. Я понимаю, что поступил неправильно, и хочу извиниться перед ним от имени всего моего народа. Блядь. Ладно, я пошутил. Не буду извиняться не перед этим тираном, блядь, и Шайтаном. В общем, смотрите видео, лайкайте, если меня найдут, я обязательно сниму видео, и вот у меня на канале, там ссылка в описании будет. Засветил, засветил. Ссылка в описании по другим видео, если чего, у меня смотрите, если меня жду, коррестуют или расстреляют. Да, да. Ёбтубую мать. Все, всем пока. Кстати, всем привет из Израиля. И что вы думаете, сегодня появляется еще одно видео с этим же пацаном? Дорогие друзья, два дня назад я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбление в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу пронести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. Он настоящий мужчина и лидер своего народа. Я очень сожалею в своем поведении. Я есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович. Вот это вот то, о чем я говорил в прошлом своем эфире. Если ты не в состоянии вывести, если ты после сказанных слов будешь извиняться, то не надо этого делать, не говори. Я не знаю, какое влияние оказали на парня, живущего в Израиле. Но очевидно, что нашли какие-то способы на него повлиять. Его тоже заставить извиняться. Но это пацанва, детвора, я бы даже сказал, подростки. Но даже вот на таких ситуациях в целом создается впечатление, что у них есть какие-то возможности добраться до кого угодно, повлиять там на кого угодно. Хотя это не так. Но этот парень тоже, по всей видимости, что-то где-то упустил. У него есть какая-то слабая точка, которую его подростковый мозг еще не в состоянии оценить, предвидеть. И он ее упустил, за счет этого вот эти больные на всю голову садисты, которые в большинстве своем и практикуются на детях, именно любят наказывать у подростков и подобных, они, разумеется, этим воспользовались и заставили его извиняться. И вот сейчас опять в сетях такой ажиотаж, создается впечатление, даже в Израиль, видите ли, добрались, в Израиль и человека заставили извиняться. Не его надо было заставлять извиняться, а того бородатого взрослого израильтянина, который покрывал Кадырова от и до. Помните, в прошлом году, когда Кадыров там что-то высказался неаккуратно про Израиль, про евреев. Бородатый такой взрослый мужик, еврей, по-моему, с Кавказа, сам кавказский переселенец в Израиль, покрыл его от и до матом, и его никто не заставил извиняться. Потому что там человек уже взрослый, в состоянии все оценить, какие-то там все эти моменты предусмотреть, имеет уже устойчивую психику. Просто так его не напугаешь какими-нибудь там угрозами, влияние на него не окажешь через каких-нибудь там своих дружков, его родственников и прочих. Каких-нибудь еврейских общественных деятелей в России, общественных организаций на Кавказе, через которых там можно какое-то влияние оказать. Он на это не поддастся. Он уже взрослый человек, и он шел на это, понимая, на что он идет. Поэтому его никто не заставил извиняться. Он как его обматерил с ног до головы, так это и закончилось на этом. А здесь вот этого пацана, на него нашли вариант оказать влияние, и оказали, к сожалению. В общем, еще раз я напоминаю для вас, для подростков, для детей. Не делайте то, чего вы не в состоянии вывести. Не надо, лучше промолчите. Чем вы завтра будете извиняться на весь этот мир, лучше вам ничего не сказать. От этого вы ничего не потеряете. Не верится, что этот парень израильтян. Может быть, мы судим только лишь потому, что он сам об этом сказал. А так, в принципе, может и не израильтян. Мы не знаем. Ше Басаев. Вы обвиняли русских и ненавидели их. Кто это вы? Прошу прощения. Где вы слышали, чтобы я обвинял русских и ненавидел их? Приведите, пожалуйста, такие слова. Обвиняли во всем. Вы жили свободными, но вам приходилось бороться. Теперь наслаждайтесь ненавистью друг к другу и боретесь за свободу от своего же падишаха. Аллаху Акбар. Не от своего, это ваш падишах. Это российский чиновник, не наш. Наш он будет, когда вы уберетесь с территории наших земель. Мы их освободим и сгоним вас оттуда. Сами себе выберем президента, парламент, правительство. И вот если у нас тогда будут какие-то проблемы, вот они будут наши уже. Пока это ваши падишахи, ваши председатели парламентов и прочая нечистота, которую вы назначаете из Кремля. Это ваши, не наши. И от того, что они имеют национальность чеченскую, дагестанскую какую-нибудь, кабардинскую, или они являются хантами, мансами, кем бы они ни были, они ваши. Они будут наши, когда мы сами будем избирать. И не будет разницы, кто они по национальности. Хоть русского человека мы изберем, вот он будет наш. Наш русский человек это будет. И за него ответственность будем нести мы. Это наш выбор. А пока это все ваше. И от национальности это не зависит. Галушки. Смотрел ли ты лекции Закир Найка и считаешь ли ты его одним из лучших современных ученых? Так, начнем с конца, наверное. Одним из лучших современных ученых я его считать в принципе не могу. Вообще его нельзя считать ученым. Он не является ученым. Ни в коем случае нельзя в шариатском понимании принижать понятие ученого. Ученый это мировой океан знаний. Приблизительно вот так. Уровень таких проповедников, призывающих, как Закир, Найк и других, это уровень там, может, озер, каких-нибудь рек небольших. Кто-то это вообще лужа будет. То есть это совершенно другой уровень. Понимаете? Ученый это человек, который написал труды, которого весь мир знает его трудами. Не проповедями. Не так, что ты знаешь твое лицо, ты кого-то призываешь. Это не делает тебя ученым. Это делает тебя призывающим, проповедником, но не ученым. Ученый это человек, который написал труды, которые были признаны другими учеными. Это ученый, который признан другими учеными. Это некая высшая элита в шариатских знаниях. Поэтому эти вещи ни в коем случае вот так принижать нельзя, называя каких-нибудь проповедников учеными. Это ни в коем случае не принижение Закер Найка. Просто, когда вы его пытаетесь поднять на такой уровень, вы принижаете настоящих ученых. Вот о чем я вам хочу сказать. Если вы назовете его тем, кем он является на самом деле, вы его ничуть не обидите, не принизите, но при этом вы никак не ущемите настоящих ученых. Поэтому Закер Найк является проповедником, он является призывающим, но не ученым. Теперь, что касается, смотрю ли я его лекции, нет, я не смотрю, но я не скажу, что я, наверное, ничего не видел. Что-то я где-то видел, натыкался, но я не являюсь его зрителем. Я вообще не являюсь зрителем никого из проповедников. Я предпочитаю информацию получать чтением. Так я ее лучше усваиваю, чем когда я слушаю. Но при этом я какие-то его, видел его проповедь, разъяснение, скажем так, и в каких-то вопросах, в большинстве, наверное, я с ним согласен бывал. Где-то бывали моменты, в которых я не соглашаюсь, но это не вопрос какой-то принципиальный, не вопрос вероубеждения и так далее. Это какие-то вопросы фикха, исламского права, в которых разногласия приемлемы. Поэтому в целом у меня о нем мнение хорошее, но я не являюсь его слушателем или зрителем. Субтитры создавал DimaTorzok